Всем привет! Мы Вольво Стар на 1-й Матищинской, 27, строение 3. Это район метро Алексеевская между Рижским вокзалом и ВДНХ. Очень много поступает вопросов по поводу, ну, во-первых, названия улицы. Матищинская улица, это не значит, что мы находимся в городе Матищ. Также в предыдущий год мы переезжали, мы сменили как минимум два места дислокации. Это улица Зорья, улица Новая и Патовка. Там нас больше нету. Соответственно, Вольво Стар сейчас находится только в двух экземплярах. Первый здесь, на 1-й Матищинской, 27, строение 3. Район метро Алексеевская, буквально в пешей доступности. И второй адрес, это автомоторная 4А, строение 21. Это район метро Водный стадион или район Коптево, он так вот называется. Больше Вольво Старов нет. Пока что нет. Мы это планируем, но пока что мы только в двух экземплярах и только на этих адресах. Автомобиль X70, в который въехал у нас BMW X6. Вот уже закончен, открашен. В данный момент сейчас заканчивается работа с капотом. Есть небольшие недочеты в плане сколы. Сейчас их доделают, заполируют, выровняют и будет капот, собственно, как новый. А ты можешь показать, что мы на этой машине сделали и как в итоге это сейчас выглядит? Да, конечно. На этой автомобиле было повреждено левое крыло, левая дверь и здесь был такой чиркающий удар. Плюс также колесные диски были повреждены. Соответственно, проем был вмят, соответственно, усилитель. И этот усилитель, собственно, мы полностью поменяли, подогнали под размеры. Вставили и теперь, собственно, проем как новый. Дверь, вот эта полностью, она заменена. Поменены подушки безопасности. Левая шторка, точнее, и подушка безопасности в водительском сидении. Сидение перешито. А можешь показать, как там выстрел из сидения и как мы зашили его? Как выстрел из сидения, я думаю, мы найдем фотографию, ее вставим, в принципе. А зашили вот здесь по шву, все разошлось. Шов полностью восстановили в заводской, в заводское состояние и сейчас, собственно... То есть там при ударе, получается, лопаются только нитки, да, и нужно перешить. То есть кожа не повреждена? Да, с кожей все в порядке. Ну, есть один небольшой недочет, потому что все-таки кожа треснула, но оставили как есть, потому что в партнерном случае надо было менять, в принципе, всю обшивку. Еще также тут есть вопросы по топливной системе. Также автомобилем сейчас занимаются, разбираются. Впереди у нас замена датчика топливной рампы. Ну, в общем, сделаем, клиент уже ждет, да и нам бы побыстрее уже отдать эту машину. А при ударе там колесо не пострадало? Колеса пострадали, кстати, да, они были повреждены. Колеса покрасить в заводской цвет полностью не удается, в принципе, это было изначально понятно, поэтому было принято решение покрасить все четыре колеса, чтобы они были в одной цветовой гамме. И, соответственно, четыре колеса все полностью покрашены и отполированы. Цвет немножко отличается от заводского, но это будет понятно только если поставить две одинаковые машины рядом с одинаковыми колесами, только тогда вы увидите разницу в оттенках. Еще раз хотелось бы напомнить, что комплексная диагностика в нашем сервисе идет в подарок при условии, если автомобиль в итоге чинится у нас. По данному собственному чек-листу мастер проверяет полностью автомобиль, здесь указаны подвеска, все, соответственно, ее детали, плюс также по техническому обслуживанию масла, фильтра и все приводные ремни. Все это проверяется, заполняется, мастер ставит свои комментарии, соответственно, если это требуется замены, возможно, скорые замены, возможно, с этим все в порядке, мы это все не трогаем. Если нужно менять, мы даем свои рекомендации, если автомобиль остается в итоге у нас в сервисе, стоимость диагностики для вас абсолютно бесплатная. Есть у нас великолепный автомобиль XC90, дизельный, и проблема в нем заключается в том, что гудит задний редуктор. Владелец, собственно, купил уже БУ-редуктор, мы его поставили, и, как оказалось, к сожалению, он также гудит. Соответственно, мы решили попробовать, почему бы и нет, надо разобраться с его старым редуктором, что непосредственно в нем вышло из строя. В итоге мы этот редуктор разобрали, и оказалось, что вот эта передняя часть, основной вал, на нем стоят два подшипника, и они, собственно, развалились, подклинивают и гудят. Мы изготовили, можно сказать, такой специальный ключ, сварили из нескольких, открутили контрагайку и достали эти два подшипника. А, насколько я слышал, владелец сам откуда-то нашел и приобрел тот редуктор, который оказался также неисправен. Да, все верно, его убедил человек, в принципе, из Тюмени, что у него идеальный редуктор с машиной XC90 с мотором 4.4, а у дизеля и у 4.4 они, собственно, абсолютно идентичные. Но, когда редуктор пришел к нам, мы его поставили, завели, в принципе, начали машину крутить на подъемнике, ну, невооруженным даже с ухом слышно, что новый редуктор гудит точно так же, только, ну, чуть с большей скоростью. Ну, его редуктор гудил, начиная с 60 км в час, а вот этот новый редуктор начинает гудить где-то с 80 км в час. В общем-то и все. Мы заказали эти два подшипника, единственное, что там доставка 5 дней, ну, в принципе, там получается довольно бюджетно. Я думаю, если все выйдет, мы соберем редуктор, там никаких, собственно, моментов затяжек особенных нету и ничего регулировать не надо. Редуктор довольно простой, я думаю, мы его отремонтируем. Впереди у нас зимний сезон, в принципе, скоро уже будет актуальна услуга шиномонтажа, которая также присутствует в нашем сервисе. У нас есть разбортировочные, балансировочные станки и все условия для хранения шин, собственно, на сезон. Так что всех приглашаю к нам сделать шиномонтаж, перебудь свой Вольво на профессиональном оборудовании и ездить, наслаждаться зимней погодой на новых, ну, либо БУ в хорошем состоянии зимних шинах. То есть владельцу не нужно никуда потом их отвозить, он спокойно может у нас оставить свои шины на хранение? Слуг их хранения стоит всего лишь 3000 рублей за полгода, за сезон, то есть.